здравствуйте уважаемые слушатели вебинара и те кто находится у нас сегодня в аудитории мне приятно всех приветствовать потому что мы собрались сегодня поговорить о побитовых операциях в mysql меня зовут алексей тарасов и с некоторыми из вас мы уже знакомы тема наша очень интересная потому что вебинаров по mysql не очень часто бывает сегодня мы поговорим о побитовых операциях что такое побитого операции от операций которые производятся обычно над числами и наша с вами сегодняшняя задача об этом поговорить ну в отличие от предыдущих вебинаров я решил что не буду в предварительное требование к вебинару писать установленный mysql а давайте сделаем так я буду работать с mysql а мы посмотрим зададим вопросы постараемся понять а потом на досуге в свободное время когда будет выложена видеозапись еще раз попробуем повторить это дома самостоятельно это не означает что вы не можете попробовать прямо сейчас у кого дома установлен mysql те же самые операции но лучше будет если больше внимания обратим вот на то что будет производиться здесь и сейчас и так первое чего мы с вами начнем это с разговора о том во первых что такое битовые данные и вообще если там тип данных отдельный связанный с побитыми операциями или нет оказывается да в mysql существует отдельный тип данных связанный с битовыми операциями заранее подготовил страничку чтобы время терять на поиск он так и называется этот тип данных бит что можно интересного сказать про этот тип да ну во первых он обычно хранит от 1 до 64 бит информации ну давайте вспомним что такое бит бит это когда если говорить очень утрированным обывательским языком у нас получается значение 0 или 11 или но это один бит информации соответственно в колонку с таким типом данных мы можем вписать от 1 до 64 бит от 1 до 64 бит отлично документация mysql говорит нам о том что приблизительный объем данных который занимает столбец равен размерность буквы м который мы указываем в колонке бит плюс 7 поделенное на 8 забавно что указывается именно приблизительный размер данных столбца напомню что мы можем с вами указать размерность и тип столбца либо в консоли работа с ней либо работая замечательной удобной утилитой под названием workbench я честно признаюсь что заранее установил и подключил workbench чтобы показать продемонстрировать как может быть создан битовый тип столбца вот у меня по умолчанию есть база данных mydb мы попробуем создать какую-то таблицу я даже название у нее не буду особо менять а вот тут первым полем стандартные первичный ключ и вот тут самое интересное будет некоторые столбец б видите вот он б столбец ну чем не столбец вот тут выбирается тип данных забираюсь либо нахожу в списке этот тип данных либо записываю вручную бит и в круглых скобках число от 1 до 64 ну например это может быть число 16 а может быть 24 и так далее понятно говорю ok следующий столбец мне на самом деле не нужен и после этого я могу эту таблицу воссоздать в mysql и при помощи клавиши пункта меню forward engine давайте попробуем как это получится next wordbench любит попросить подключение к текущему к инстансу mysql и текущему экземпляру я сразу не установил его в хранилище поэтому делаю это сейчас пароль использую тот которым обычно используем на занятия плохой паспорт жива окей и опс и обратите внимание у нас вдруг появляется вот она поле b вот она тип данный бит 24 может быть равен нулу говорю next и у меня появляется где-то что-то связанное с mysql давайте проверим насколько это правда опять же заранее запустил консоль и вхожу в сам mysql ну те слушатели которые у нас были на курсах они с удовольствием встретят знакомые описания мы на курсах постоянно используем root и паспорт это не есть хорошо но для учебных целей очень подходит так что кто придет на занятие сразу встретить знакомый вариант забираюсь в неправильно забираюсь флажок я не указал забираюсь в нашу консольку все я внутри давайте посмотрим какая версия mysql у меня сейчас стоит это можно сделать при помощи бэкслэша и так у меня версия 5.7.11 до занятия и успел скачать более свежую не 5.6 но в разницы в работе сбитыми в версиях 5.7.5.6 и и нету поэтому не страшно один час уже мой сервер работает и вот тут я проверяю шоу дарабэйс есть здесь база данных mydb про остальные мы некоторые базы знаем по курсам про некоторые еще не знаем они появились версии 5.7 вот она база mydb выбираю для работы базу mydb и оказываюсь в том месте где можно посмотреть наши таблицы вот она таблица table 1 которая сделана бенча товарищи помогите живить наш вебинар напишите пожалуйста в чат какая команда выполняет просмотр описание таблицы в сервере mysql жду написание прямо в чат давайте кто первее ну вот екатерина оказалась первой не дала никакого шанса другим разработчикам абсолютно верно деск помним да я забираюсь деск набираю тейбл один говорю enter и что же мы видим дам увидим колонку с битовым значением бит 24 может быть ну и по умолчанию первый шаг мы сделали мы можем создать битовое значение с битовой колонки прекрасно но также мы можем с вами сделать и ту же самую операцию прямо из откуда из консоли ну сразу хочу сказать что следующий мой пример которые буду использовать он будет фактически обыгрывать ситуацию которая есть в документации я ничего тут нового не придумываю слушателем вебинар я отправляю ссылку в чат вот сайт байт бит в филд литералс а работа с битовыми данными и так попробую сначала создать таблицу которая будет иметь битовое значение заранее подготовил название этой таблицы она правда у меня не такое удобное как хотелось бы может быть вот например сейчас я сейчас например предыдущую удалю дробь тэйбл 1 и создам еще раз такую же но уже по своему крейт тэйбл тэйбл 1 и у нее будет внутри бит колом колоночка битовая с размерностью 16 то же самое но только ручными средствами у меня появляется таблица приблизительно такого же формата как и была бит колом бит 16 отлично теперь я хочу вставить сюда данные которые будут являться битовыми данными но здесь надо помнить что битовые значения обычно указываются при помощи специальной букв очки б перед кавычки петь с такой с кавычками давайте посмотрим как это делается допустим я хочу описать некоторое значение 011 10 что мы видим с вами ну мы видим с вами обычную строчку 0 110 так так теперь я беру то же самое значение и записываю перед ней перед ним перед этим значением так так кажется у меня на компьютере сейчас работает программа которая раздражает некоторых разработчиков сейчас прям не могу сейчас выясню кто и установил пункт свитчер вы видели я ставлю бы он напишет и дурацкая программа еще раз повторяю действия вот тут пишу б вот тут пишу один а посмотрите пожалуйста у меня рисуется какой-то значок что это означает я уже работаю с битами ничего страшного что он что там показывается какой-то там стрелочка там и другой там зонтик или что-нибудь еще главное что вот это битовая величина и за это означает что мы с вами можем уже помещать вот эту величину в колоночку типа бит некоторым не очень нравится вариант с записью стрелочки поэтому иногда используется вот такое вот средство как плюс 0 и мы берем битовое значение прибавляем нолик и узнаем чему соответствует это битовое значение 29 ну легко быстро проверить так ли она работает или не так кто помнит чему равняется значение в десятичной системе битовая 10 кто помнит или кто знает это же 2 у нас идет 0 потом идет один потом идет 10 потом идет 11 и вот так вот меняются наши величины ну неважно помните вы или не помните главное что а битовое значение мы можем получить указав кавычки записав его нулями единицами а увидеть чему на равно можно один из вариантов это прикрепить к этому значению еще раз посмотрев какой у меня тип колоночки сделать это вот так desk table 1 я собираюсь сейчас внести туда данные с какими-то битами величины давайте посмотрим какие данные я запланировал себе ввести insert into во-первых будет первое значение достаточно большое так 4 единицы запланировал я 4 0 4 единицы 4 0 1 так что-то где-то пошло не так проверяю проверяю insert into есть table 1 есть set есть бит колон есть б есть чего-то не хватает бывает самое главное забыл ты dance значение ушло следующее значение будет совершенно поменьше я запланирую 1 1 0 1 0 раз тоже прошло значит у нас некоторые пытаются успешать спешить там писать конспектировать не стоит все лагируются все данные будут конце вебинара конечно же предоставлен поэтому просто пока что посмотрите на саму работу и еще одно значение вот такое и так я ввел сколько раз два три три битовых значений некоторые разработчики не работав раньше с битовым значением допускают вот такое откровенно говоря нехорошие вариант выборки из таблицы тейблоги надеюсь получить вот эти единицы 0 и они делают вот так и получают я ее стрелочку и стрелочку почему да потому что это и есть битовые значения что на них смотри их надо обязательно получать точно так же но как мы уже сегодня это выяснили со значком плюс 0 обратите внимание первое битовое значение соответствует десятичному числу 61 тысяча шестьсот восемьдесят второе битовое 26 третья битовое 16 то есть каждый раз нам придется если мы хотим десятичном формате смотреть с помощью плюс 0 ну хорошо следующий момент конечно записав битовые значения очень здорово посмотреть десятичном формате но на практике то удобнее когда вы видела 5 единицы 0 и которые установили гораздо удобнее поэтому вместо того чтобы делать бит полной ноль я набираю опять ту же самую фразу но только при помощи функции которая называется бин байнри эта функция превращает десятичное значение в бинарный вид еще раз ну что получается мы сначала из бинарного специальным плюс ноль получаем десятичное а из десятичного при помощи функции получаем уже вид из 0 единиц вот тут у меня получается колон плюс ноль достал реально они хранятся именно битами а достаются они вот таким вот образом просто 1626 и так далее еще может быть это интересно посмотрим на если например вместо бина поставить какую-нибудь другую функцию например посмотреть как выглядят эти значения в восьмеричной системе или вообще шестнадцатеричные за шестнадцатеричную систему отвечает функция под названием хекс вот он пожалуйста один ноль один а с 0 с 0 можем и так и так посмотреть ну честно признаться на практике все-таки больше интерес представляют вот именно такие вот значения которые можно посмотреть сравнить что-то с ними там как-то производить ну хорошо далее следующий момент мы можем работать с битовыми значениями при помощи строчек также кто помнит как создается пользовательская переменная глобальные сессионная кбо так создается пользовательская команда глобально сессионная перемена вообще переменные создаются переменная создается при помощи команды александр подсказывает собака там 역 says Professional это точно никуда не денешься обязательно также использовать команду сет екатерина подсказывает екатерина вам респект сет говорим мы потом создаем символ собаки обязательно потому что мы сейчас не пишем процедуру или функцию в процедуру или функции там можно было бы без собаки написать дальше говорим например там т1 название перемены а потом присваиваю некоторое значение ну например 0 b 1 1 0 1 0 ты дэнс пожалуйста у меня есть переменная могу ее тут же получить select 31 пожалуйста это что такое это битовое значение понятно и то есть у нас получается что мы можем в любой момент создать набор таких строчек хорошо идем дальше как еще можно обыграть работу с битовыми значениями создам переменную под названием собака т2 т2 и попробую использовать функцию которая называется каст я на занятиях обычно эту функцию не показываю потому что и битовые значения мы тоже на занятиях особо не рассматриваем скажем так они имеют очень сильного распространения не интересны разработчикам при создании каких-то специфических колонок которые могут например настраивать права на каких-то сущностях или на каких-то ресурсах в вашем сайте или вашей системе и так функция каст позволяет нам превращать значение из одного вида другой вид и и синтаксис достаточно простой надо на первом месте прописать величину которую мы хотим посмотреть ну например это будет величина которую я только что указывал 0b 110 а дальше указать один из типов данных которые нам может быть интересен нам будет интересен сейчас один тип данных это он сайт это что такое беззнаковые целые беззнаковые целые положительные числа потому что мы не в точку шмур конвертировать раз получили и тут же смотрим чем равняется т2 обратите внимание что в этот раз в переменной хранится уже вовсе не битовые значения а десятичное значение на основе битового то есть от немножко разные вещи нам все равно любая работа с битвами операциями сейчас интересно поэтому будем смотреть вот ну хорошо а вот дальше мы с вами приближаемся очень интересным вещам а именно в майскую или есть несколько интересных функций которые позволяют найти посмотреть например количество установленных битов в наборе вот давайте попробуем посмотреть значит первым делом я хотел бы показать вам еще раз выборку кстати но мне где-то тут было вот она вот она вот пожалуйста у нас здесь получается какой-то набор а теперь смотрите что если я напишу что у меня будет выбрано одно единственное значение так она выбирает самое верхнее самое самое а теперь я хочу использовать функцию под названием биткаунт попробую есть вот здесь записываю бит вот здесь записываю каунт все помнят как каунт работает обычный обычная функция функция каунт группирующая функция она считает количество каких-то элементов неравных нулу в одной в отдельной колонке номер на курсах мы считаем какое количество городов таблицы сети существует если они не равны нулу или вообще в принципе сколько записей может быть так вот биткаунт позволяет нам посчитать в этом случае сколько у нас установленных битов в системе сколько здесь установленных битов видите 1111 1111 у нас восемь установленных битов и то же самое с другим любым вариантом попробую убрать лимит один и посмотреть сколько битов в каждом ну даже наверное пожалуй будет более очевидно если мы сделаем вот вот так вот здесь 8 бит задано вот здесь раз два три бита задано вот здесь задан один бит в любой момент мы можем посчитать сколько задано а теперь очень специфическая интересная вещь оказывается кроме биткаунта есть еще функции которые называются бит энд бит ор и бит xor ну я так сразу сейчас не вспомню в каком разделе документации они находятся память мне если не ошибаюсь подсказывает что есть у нас где-то в разделе функций где-то в разделе функций вижу по моему даже вот вот здесь вот вот здесь функции которые занимаются группировкой грубой агрегейт фанкшен какие функции занимаются обычно группировкой эта функция агрегейт это функция каунт эта функция сумм и там круг групп конкрет и куча других функций и среди этих функций опять же есть несколько по модификаторам которые отвечают именно за бит вую группировку да вот они бинт энд бит ор бит xor опять подчеркиваю на курсе я про них не рассказываю потому что очень редко когда кому-то это нужно во вторых если нужно то на занятия не получается заграничный промежуток времени доступно пояснить вот как эта штука работает что они делают они позволяют сгруппировать наши данные по тем полям которые у нас содержит битовое значение давайте попробую показать пример один какой-нибудь пример вот на нашей выборке на наших таблицах значит первым делом вспоминаю что у нас лежит авторым делом указываю следующее бинэнд так один секунд бит энд набрал правильно биткома обе но ну конечно конечно спасибо целый день сегодня уже глазом и и так бюро говорю бит энды никто догадается почему у нас вывелось 1 и 4 0 это задача несложная важно сравнить те значения которые есть при выборке и те которые у нас сейчас попались самой выборке везде есть единичка а кто вспомнит операцию логическую умножение не знаю и вот сегодня кто на курсе джаваскрипта тоже они знают что логическое умножение она всегда срабатывает так если у нас везде true то будет результат true здесь же по а здесь битовая операция но по факту то что же самое где есть единица там единица почему на втором месте не что вот тут 0 и тут везде где 0 где единица они везде получаются вот таки ну хорошо теперь попробуем сделать пор пор это у нас фактически или давайте сравнивать что такое или что такое или или это у нас выбрать те значения сложение фактически до побитого которые имеют единицу вот давайте смотреть первое это 0 вот он отсюда пошел она труд 0 и тут 0 и тут 0 и вот это идет единичка откуда тут единичка взялась тут же ее нету но на самом деле вот это битовое значение она уже как бы располагается справа просто да просто она отформатирована немножко неудачно но она располагается справа дальше 3 0 потому что тут 0 тут 0 и тут на четвертая единица потому что вот тут единица потом идет ряд единиц вот этих потом идут четыре нуля потому что с левее вот этих значений там уже ничего нету и четыре единицы вот от этого битого значения пожалуйста взяли выбрали нашли те которые содержат единицы ну еще есть одно значение но наверное будет менее понятно это исключающие лицо проверяем как она работает кто помнит как работают иксор значит если они у нас так это у нас значит если они у нас одинаково это у нас 0 если они у нас разные то единичка опять одинаковые 0 опять разные тут нолики есть единичка то есть если они каждый раз противовес идут того получается что у нас будет исключающие или абсолютно вот так это дело работает если мы говорим с вами о чем о работе со столбцами таблицы вообще же вообще же существует вообще существует конечно и получается очень даже очень очень даже надежно значит существует также именно целый набор и таких битовых операторов когда мы явно хотим применять они просто делать группировку во первых это побитого и и вот как раз то самое пересечение которому говорит дальше идет побитого и или потом идет знак какой побитого исключающие или как раз этот самый xor у нас забавный случай надо бывает некоторые разработчики они где-то когда-то что-то слышали про то что крышечка означает что возведение степень и на занятиях начинают возводить степень почему степень возведена неправильно или наоборот вот так вот смотрите степень работает ну там непонятно какой результат это работает как исключающие или это важно дальше есть еще парочка операции это сдвиг влево сдвиг влево сдвиг влево и есть сдвиг вправо сдвиг вправо тоже сейчас они поподробнее поговорим потому что на самом-то деле они в джава скрипте есть они везде есть но каждый знает как с ними работать и последний операция которая тут интересно есть это побитого и побитого отрицание побитого отрица ну и я хотел бы показать час как с этими операциями работать значит нам понадобится во первых создать парочку переменных чтобы посмотреть на их работу переменные будут опять же приблизительно такого же плана какие раньше переменная будет ты один первое и бы иметь она будет значение 0 b 1 0 0 1 плюс 0 вот сейчас я проверю правильно ли я задал значит смотрите чтобы упростить задачу себе сейчас я создаю битовую битовое значение но в переменную кладу десятичное значение вот она битовая плюс 0 превратилась десятичное тут 9 хорошо теперь я устанавливаю вторую переменную вторая переменная теперь отличаться будет от 1 только одним знаком не забыть на двойку прописать хорошо а теперь мне придется прописать очень такой длинный кусок кода который лучше наверно внутрь и паде плюс плюс оформить потому что если в консоли я там ошибусь то придется постоянно чистить и и там что-то еще делать значит что я тут задумал нашла первым делом у меня будет идти оператор select который будет показывать исходное значение t1 причем я хочу чтобы он проводил ее как название что же именно я показываю то есть это простой куст простой кусочек строки скаля так делать дальше я вожу бинарное значение самой ты один но я думаю что это тоже все достаточно а дальше я делаю то же самое но только для чего для т2 это понятно вот т1 вот т2 обратите внимание что два запроса select нельзя написать друг с другом без точек запятой между ним нельзя два запроса должны быть разделены либо точками запятыми либо я вспоминаю про один замечательный оператор на курсе mysql часто спрашивают зачем он существует и мне приходится рассказывать но вот тут это просто здорово union all напомню union all позволяет объединять сразу несколько селектов и получать одну выборку из нескольких селектов иногда он здорово пригождается программистам которые очень хотят снизить нагрузку на базу что лучше 10 запросов объединенных union all . один запрос идет или 10 отдельных конечно один union all лучше но мне придется тогда писать у каждого union all union all union all пока у меня вся эпопея не закончится значит еще раз вот этот union all во-первых сейчас мне позволит показать данные в удобном для меня и для вас видео во вторых объединит отдельные запросы 2 в 1 так следующая операция которая у меня будет делаться она будет включать себя именно уже и операцию я записываю в одном месте операцию а в другом месте действия между нашими переменными ну пусть это будет между т1 и т2 между т1 и т2 а напоминаю у нас т1 и т2 они заданы вот они вот например при умножении то есть при побитого умножения что будет происходить будут показывать там где будут единички только а что это означает получится что у меня результатом будет 1001 какие было в первый раз хорошо я не ослабляюсь и создаю еще раз два вот тут будет или вот тут будет исключающие там где цифра 6 через shift вот здесь будет у меня скажем так т1 на единичку сдвигаю влево нормально вот здесь вот я буду сдвигать т2 на двоечку вправо вправо хотя хотя давайте на т1 будем повторять все это пусть и им остается у нас только что отрицание побитого отрицания отрицание у меня будет записываться теперь прописываю вот здесь вот раз вот здесь вот исключение вот тут т1 это будет выглядеть как влево на 1 а а вот тут будет выглядеть как т1 вправо тоже на 1 да и последнее осталось надо а спасибо спасибо за внимательность да вот тут же двоечка мы об этом сами описываем тут же было бы ошибка сейчас и последнее это отрицание вот она она у последнего юнионова не нужен вот получился вот такой запрос который в конце занятия я скажу где найти и взять себе скопировать отправляем этот запрос на выборку переменные там еще есть потрясающие результат студию значит проверяем первое вот она ты 11001 вот она т2 1101 теперь это что у нас за операция это у нас это у нас и это у нас умножение получается 1001 везде перемножили единички нули вот этого сложения по факту у нас получилось как опера какой здесь вариант как 2 получился вот это у нас исключающие что или исключающие или у вас получается что 0 вот тут вот 0 вот тут вот 0 вот тут вот 1 а호 тут вот 0 а ведущий ну или он не пишет он всегда у нас прижимается к левой части выборки отлично дальше один сдвиг влево что получается когда мы сдвинули влево вот это значение получился 10010 а когда ты один сдвинули на 2 вправо получилось что 10 поясню t1 было 1 0 0 1 сдвиг влево на единичку прибавляет 0 справа 1 правильно да а сдвиг t1 изначального на 2 вправо удаляет последние два знака и остается только 10 но это не самое интересное самое интересное что это означает да вот давайте попробуем как мы делали как я делал показал до этого создать переменную например t3 и сказать что она равняется там как там 00 b 1001 нет не так 10010 плюс 0 . запятой и посмотреть чему равняется во-первых что ты у нас там такой вот ты один ты один сейчас ты один а во-вторых посмотреть чему сравняться будет т3 и проверим о первое значение идет 9 второе значение идет 18 оказывается один сдвиг числа влево по битвый производит умножение этого числа на 2 а сдвиг вправо наоборот деление на 2 и вот иногда когда задание задается на курсах там считать бывают слушатели которые вперед убегают и говоришь давайте кому пооперативнее сделать и есть некоторые значки когда нужно посчитать там количество байт килобайт гигабайт до перевести из одной в другой даешь например начинают умножение 2 в 10 потому чтобы умножить там такие целые все на один сдвиг и сдвигаем умножили на 2 а как умножить на 2 в 10 например любое число умножить на 2 в 10 вот допустим у нас есть select 4 select 4 и нам нужно умножить на 2 в 10 сдвинуть на 10 2 в 10 это у нас 1024 и 4 можно 1024 получается 496 практика подсказывает что скорость выполнения побитого сдвига или побитых сдвигов существенно превышает скорость умножения в цикле или просто обычными операторами умножить вот что хотелось рассказать про побитого оператора и по колонке и побитого операции в майской как обычно мы переходим к сессии вопросов-ответов пожалуйста уважаемые слушатели кто у нас на связи задаем вопросы в чат я постараюсь на них ответить то же самое касается слушателей в аудитории почему последние единички получились спасибо за вопрос как-то я совсем-то забыл про них рассказать у нас давайте вспомним последняя операция была отрицание т1 отрицание т1 так что такое отрицание т1 и чему она у нас там было ровно сама величина у нас получается т1 это 11 а у 1001 так за счет как происходит отрицание мы там где у нас была единичка ставим 0 а там где у нас был 0 ставим единичку если вдруг получается что первое значение у нас превращается в ноль вот в таком действии то она уходит как бы вот в обратный отсчет от максимальной величины она сдвигается да и вот помните мы начинали занятия когда я сказал что максимальный размер может быть 64 бита вот если мы посчитаем вот эти вот количество вот этих вот значения виде тут вот 0 будет идти вот он вот он 0 пошел вот он один а вот она добила ну кстати говоря тут не 64 тут чуть 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 больше вот я если не ошибаюсь 1 там указывает на знак уже самой процесс а вот еще какие куда указывает я честно говоря не знаю чуть чуть больше получается хранится чем но еще раз самый главный ответ это то что у нас произошло здесь как бы переполнение и мы пошли в другую сторону да товарищи если вопросов нету то я хотел бы теперь подытожить где можно найти материалы всего сегодняшнего занятия где-то в районе ноября прошлого года меня подбили слушатели на создание собственного блога ну блог завел надо что туда писать в общем то где-то по моему в конце января на страничке htmlab.ru так и называется блог появилась появилась заметка предвестник как раз на тему по нашему текущему вебинар поэтому если вы заберетесь на блог и откроете ссылочку курсы mysql то где-то среди этих а тут одна заметка всего по mysql то вы найдете эту заметку тип данных бит mysql заметка специально написано так чтобы полностью продублировать вебинар и если сегодня кто-то заметил я не просто так данные подбирал и заранее выбирал те значения которые уже опробированы протестированы все эти фрагментики с . документацию с примерами приводятся аккуратно и вы можете все эти эксперименты дома повторить и потом задать вопросы либо в комментариях к этой странице либо в группе вконтакте которая у нас посвящена mysql и соответственно называется а и mysql аймайской группа вконтакте так что добавляйтесь пишите пишите темы будущих вебинаров они правда на этот год уже у меня подраспланированы с учетом предыдущих просьб у нас грядет вебинар по архивированию в печки грядет вебинар два вебинара по твиттеру bootstrap запланировал я себе что тему интересно курсов у нас на курсах чуть-чуть он рассматривается почему бы не рассказать грядет грядет еще кое-что очень интересно о чем я сейчас не могу говорить но я надеюсь что в ближайшее время будет мега интересный анонс следите за новостями нас наконец-то вопрос вопрос задает александр вопрос не потения по блогу это ваши рисунки александр только не критикуйте рисую как могу где-то неудачно где-то местами порой получается неплохо последние рисунки вообще получается делать совершенно не связанные с темой заметки но некоторые говорят что это даже здорово расслабляет немножко я заметил если разместить картинку даже не по теме приятнее заметку читать так что смотрите читайте предлагаете темы для заметок я буду постараться постараюсь на них обязательно лиги пожалуйста ну что ж если вопросов нету то на сегодня мы с вами завершаем нашу работу мой email а тарасов специалист точка ру я напоминаю что я не отвечаю на e-mail на вопросы по там курсу по майскую лупич пичьте молу для этого есть группы вконтакте для выпускников курса да вот но на e-mail всегда предлагаются вам принимаются вопросы потому как улучшить курс какую заметку написать какую тему рассмотреть поэтому если у вас будет что-то пожалуйста пишите